Всем привет! С вами Комаров Италий. Всем здрасте! Как видите, еще картинки у меня висят. Новогодние, значит, сегодня вот празднует Старый Новый Год. Всех вас с наступившим, прошедшим, наступающим и так далее. Какая тема сегодня видео-то? Давно уже, на меня в буквальном смысле наседает, что наш русский человек не хочет работать, не хочет держать скотину, не хочет чего-то там строить. Ну, в основном разговоры о скотине, как говорится. Возьмем в данном случае поросят. Вот лично мой пример такой. Когда-то, когда еще минимальная заработная плата была 4,5 тысячи и поощрялась очень сильно ЛПХ, я брал кредит 12 тысяч. Это вот я помню, прям 12 тысяч. На эти 12 тысяч я купил 12 или 14 просяд, что ли. Купил корма, то есть затраты мне вышли 12 тысяч. Отец мне еще купил, как в подарок, домик в деревне, только за 4 тысячи, то ли 4,5 тысячи, что-то такое. Впоследствии его разобрали, увезли и мне его, как говорится, не жалко. Так вот, затратив тогда 12 тысяч, продержав практически почти год этих свинюшек, я оттуда выехал с капиталом в 75 тысяч. То есть, вот такая вот цифра. 75 тысяч. То есть, при зарплате, при минимальной зарплате у меня прибыль составила, грубо говоря, на один месяц 7,5 тысяч. Есть разница, то, что я еще работал сторожем, 4,5 тысячи получал и плюс еще скотины у меня капитал составил 7,5 тысяч в один месяц. Правильно? Что ж, вот у нас батюшки говорят, держите скотину. У нас интернет весь залитый вот всем этим, что да, скотину держать выгодно. Ребята, трудитесь, ребята, все у вас будет, во, бабла у вас будет, во. Я согласен, скотину держать выгодно, но поголовье должно быть. Ого-го, какое. Ну, хотя бы голов 100. На 100 голов корма надо порядка 60 тонн. И, ребята, сбагрить такое количество, извините меня, по рынкам, как говорится, самому все продать, это нереально. Даже если вы 10 голов подержите, вот давайте посчитаем. Тогда вот у меня прибыль составила 75 тысяч. Моя заработная плата составила за этот же период 45 тысяч. То есть 45 тысяч плюс 75 тысяч, то есть я был в плюсах. Что же сейчас? Давайте посчитаем. Ну, скажем так, если вы берете одного просеночка, да, за 3 тысячи. Это дешево. Сразу скажу, это дешево. Плюс кормов на них тысяч 5 надо вложить. Независимо там каких кормов. Хороших, плохих, я не знаю, какие вы там сможете найти. 5 тысяч, это копейки. Дешевле вы не затратите на одного просенка, поверьте мне. Итого составит затраты на одного просенка 8 тысяч. Сейчас мясо принимает по 175 рублей. Ну, ладно, вы молодцы, нашли 180 рублей. Правильно? Хорошо, 70 умножаем на 180, мы получаем 12600. От 12600 мы отнимаем 8. То есть у вас остается 4600. Ребят, если вы держите 10 поросят, да, их держать нужно месяцев 10. Ну, потому что там, если хорошие поросята, да, вопросов нет. 8 месяцев они у вас, ух, какие выросли. Но, поверьте мне, если вам не повезет с породой, все 10 месяцев, а то и год вы будете их держать. Вот. И значит, получается 10 поросят вы сдаете. Это средний вес 70 килограмм. Они могут быть и 80 килограмм, могут быть и 90, а могут быть и 40, а могут быть и 60, а могут быть и 50. Это от вас может не зависеть, на какую массу они вырастут. Если вам с породы повезло, ребят, вы сдадите по 80 килограмм сильнее, без всяких проблем. Я ничего не говорю, ваша прибыль будет хорошо. Но на деле выйдет так. Пока вы найдете, наберетесь опыта, пока вы наберетесь, найдете там поставщиков каких-то этих свинушек, которые действительно держат линии, которые смотрят за скрещиванием. Линии это когда вот, ага, поросенок там с одной линии, это одна там ветвь, как говорится, и самочка там с другой линии. Совершенно. То есть они не родственники. Тогда поросят, а ух, какие здоровые вырастают. Так вот. В среднем получается берем 70 килограмм. Это вам повезло. Вах как! То есть вы поросенка сдаетесь за 12600. Умножаем это все на 10 месяцев. 126 тысяч! Ребята, это попло. Правильно? Но, когда вы посчитаете, что вы затратили на них, то есть от 126 тысяч у вас остается 46. И вы это понимаете, берете эти деньги, смотрите назад, а там вы целые 10 месяцев херачили на этих поросят за 4600. У меня друг говорит, он у меня до сих пор скотину держит, но у него это как хобби, он любит делать. Да, он с мясом, да, он все со своим мясом, да, все хорошо. Он мне говорит, ну это же твои труды, почему ты их должен считать? Я на него, Леха, давай сделаем так. Я поставлю себе свинарник, заведу туда 10 поросят, а ты ко мне будешь ходить каждый день. Выходных нет. Каждый день. Ко мне ходишь, ты их кормишь, поешь, убираешь за ними, смотришь, чтобы они не заболели. Не дай бог рожа какая-то. Рожу ее можно затащить на ногах, на сапогах. Ее могут затащить крысы. Эта рожа такая свинячья болезнь. Кстати, иногда болеют люди. Иногда очень-очень-очень. И я тебе всю прибыль, Леха, отдам вот эти 4600, я тебе отдам. Ты согласен? Он, не, я что, дурак, что ли? А я дебил, да? За 4600 в месяц я должен грести говно. То есть, тогда я заработал 75 тысяч, у меня составило 7500 в месяц. Да, и я их кормил, я заготавливал зерно, я его хранил, я смотрел, чтобы это зерно не запресневело. Это все вот это. Я убирался за ними. Да, но это 7500 против минималки 4000. Есть разница? А здесь минималка 11000, и я должен подработать 4600. Это у меня ни выходных, ни проходных. А если они еще заболеют рожей, это еще нужно их прокалывать. Если у вас в стаде, в 10 поросятах, из 10 поросят, заболел хотя бы один рожей, то одного вы лечите, а всех остальных вы прокалываете для профилактики. А это, знаете, это не особо весело. То есть вы должны или как-то отделять. Я как-то вот не подумав, у меня тоже, просят, оружие заболели. Они у меня бегали в стадии, на улице. Решил их проколоть? Как? Я размышлял, я думаю, сейчас я укол сделаю, зеленочкой пометил, все красота, все зашибись. Вот. Я начал делать уколы, пометил зеленкой, но пока зеленка на них, это высохала, зараза, они этой зеленкой все перемазались. Через три поросенка, я когда на все стадо это глянул, я уже не знал, какому есть, делал, какому нет. Я делал кому два раза, кому ни разу, не знаю. Ну, короче, все это дело прошло, все хорошо. Поросят выдравили, и получил, это вот как раз я держал последний год, поросят. Я с этих десяти поросят, что-то копельки получил, и все с поросятом я завязал. Вот такие вот пироги, были лично у меня, с этого месяца, перед этим я держал, было прибыль, после этого я держал, прибыли не стало. Вот так вот. Так что, держать поросят сейчас до большого поголовья, если вы держите большое поголовье, да, это выгодно, я не спорю. Это вот от ста поросят, да, действительно, деньги падают, и их можно распределять, вы понимаете, что прибыль, вот она, в руках, вы держите денег, да, там затраты большие, но все же. Что касается рогатки, рогатку я ни разу не держал, но, вот, по наблюдениям за другими, есть у меня знакомый, который держит коров, и молоко, он, вот, вы не представляете, молоко, он развозит по домам. То есть, ему раз, позвонили, он баночку хлоп в машину, повез, отдал. Ну, конечно, не по одной банке, там, три, четыре, там, я не знаю, как он там. Когда он только этим начал заниматься, ребят, он был доволен, счастлив. Сейчас он свое поголовье, я не знаю, если до конца не извел, ну, уж точно, оно у него стало меньше. Другой пример тоже. Женщина ушла с работы, завела коров, буквально, школка там, полгода проходит, я вижу девку такая, что ух, все прям, действительно молочная. Она говорит, все, нафиг мне какая-то там работа нужна, я работать не буду, у меня коровки есть, все хорошо, но, она ездит в Москву, и зарабатывает там. А что делаете вы? Что касается, даже большого поголовья, тоже у меня есть знакомый, тоже он что-то, штук что, завел, нанял, рабочего, и мы с ним договорились, если прибыль хоть какая-то не будет, я не пью, ты мне привезешь лимонадику. Ну, и что вы думаете, вот прошел, там уже, довольно-таки большой срок, поросят, наверное, выросли, от лимонадика, я от него, так и не дождался, так что, вот так вот, я его спрашиваю, что, он говорит, представляешь, пришлось даже свои деньги, вкладывать, ретабельность, нуль, может быть, он никогда их не держал, может быть, что-то не так, ну, я не знаю, может быть, порода ему не такая попалась, которая выросла до такой степени, чтобы принесла прибыль, так что, ребята, интернет интернетом, ютуб ютубом, голову свою включайте, считайте, я даже, у меня даже был захлест такое, что, елки-палки, держать кроликов, тоже сейчас даже выгодно, его, вон как продают-то, начал я в этом деле копаться, вышел я на поставщиков, тогда, это, года три назад, было, килограмм мяса, принимали 350 рублей килограмм, вот такая цена, тогда в магазинах стоил, даже в магазинах у нас здесь стоил, что-то рублей по 200 килограмм, этих кроликов, то есть, их можно сдавать гораздо, выгоднее, чем, например, куда-то там продать, продать соседу, было дорого, тешево, чем куда-то сдать, сдать можно дороже, но, есть условия, поставщику, нужно хотя бы, тонны две, вес кролика, должен быть, не меньше, двух килограмм, кролика, во как, то есть, у меня тут сразу такая мысль, ага, если я сам не могу, я сейчас возьму, ты поскупай тут у всех кроликов, пойду сдам, так вы представляете, больше полутора килограмм кролика, найти очень тяжело, основная масса кроликов, это полтора килограмма, килограмма, и семьсот, то есть, до двух килограмм, они не дотягивают, если вы хотите держать, ребята, вам нужно хотя бы, сдавать тысячу кролов, тысячу кролов у вас примут, за ними даже приедут, заберут вас, ваше дело только их забить, но, нужно учитывать, падеж этих кроликов, кролики, они хорошо разводятся, так же, как они и хорошо дохнут, то есть, что бы вы им там не делали, там, прививки, херивки, специализированные питания, множество всякого всего там, я не знаю, что вы там сделали вообще, корольчатник такой вот, прям спец-спец-спец-спец-спец-спец, со всеми этими, дезинфекцией всего, все равно найдется какая-нибудь зараза, которая туда попадет, и она может убить, чуть ли не все поголовье стада, вот так вот, ну что ж, вот я вам рассказал, ребята, про свиноводство, какая сейчас от него прибыль, решать вам, вы можете держать, просят, да, но изначально, вам их придется держать, как хобби, хобби, это вам должно быть нравиться, это вам должно быть интересно, все такое, 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 я не знаю, ребят, ответьте мне на вопрос, прав я, не прав я, я ничего не говорю, синоводство, выгодно, но большое поголовье, на рынок, с большим поголовьем, вы сами лично, не встанете, согласны со мной, согласны, вам нужно искать, оптовиков, которые будут, забирайте все, ну, с одной стороны, тоже, не особо проблема, сможете, но, имейте ввиду, затратив, деньгу, одну, вы получите, в прибыли, деньгу, совершенно дорогую, у вас не будет, вот этого, в пять раз, лучше стало, в три раза, ребят, минимум, вернее, даже максимум, наверное, 30-40%, вы сможете, навариться, на этих процентов, а что такое, 30-40%, это просто, на просто, если положить деньги, так вот, раз положил деньги, там, как тут проценты, 30-40%, это очень хороший процент, это очень хороший дивиденд, но, никак, за них, не работайте, вот, да, если вы, вы молодец, и 3-4 года, ваше стадо, разрастется, 100-200 голов, да, тогда вы, сможете, смоете, получать, прибыль, сумеете ли вы так, хватит ли у вас, терпения на это, думайте, все, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии, обязательно под этим видео, мне очень интересно, подписывайтесь, естественно, подписывайтесь, подписывайтесь, мне подписчики, очень нужны, все, спасибо, до свидания,